Уже в понедельник, 2 сентября, начнется новый учебный год. Последние дни уходящих каникул славянские ребята стараются провести как можно ярче и интереснее. Для них во всех поселениях района прошли праздники и развлекательные мероприятия, посвященные окончанию лета. О том, как праздновали в Славянске на Кубани, смотрите в следующем материале выпуска. Яркое. Веселое. Интересное. Полное впечатление. Мы много путешествовали. Ездили на море. Играли на дворовых площадках. Лето было в Павелии. Вот таким ярким и эмоциональным было уходящее лето для славянской детворы. Не менее ярким был и праздник на театральной площади, посвященный окончанию летней беззаботной поры. Начался он с энергичной зарядки. Шире-шире движения. Раз, два, шестер. Я вижу, уже мальчики скидываются долго, очень сильно стараются. Мальчики скидываются в школах. Окончательно проснувшиеся и взбодрившиеся ребята отправились в интересное и увлекательное путешествие по станциям. А их было более десяти. Гигантские лыжи, шашки, спортивные состязания, творческие конкурсы, загадки и ребусы, живой уголок. Военная станция, рыцарский турнир и одна из самых любимых детворой – ипподром. Здравствуйте! Здравствуйте! Молодец! Уставшие, но счастливые ребята поделились своими впечатлениями от праздника. Праздник хороший. Очень много запомнились, особенно станция в мире животных. Очень интересно, ну, знаете, про многих животных там. Мне тоже запомнилась очень хорошая станция, когда мы ловили рыбу и в мире животных. Там очень красивые кролики, там попугаи мне тоже понравились, хомячки, морские свинки. Мне вообще все станции понравились, но больше в мире животных понравилась станция. Окончание лета – это всегда немного грустный праздник, ведь впереди школа, уроки, занятия. Но за три летних месяца было получено столько впечатлений, что их обязательно должно хватить до следующих каникул, уверены ребята. Я люблю лето за то, что есть свободное время, можно поиграть, повеселиться, провести больше времени с родными и друзьями. Этим летом я побывал в лесу, поночевал там две ночи. Мне очень понравилось. Также побыл в отеле «Добрыня» и, наконец-то, научился плавать. Лето было очень весело. Мы ездили на море, отдыхали. Ели очень много мороженого. Только когда мама нам его не дает, это очень печально. Хочется, чтобы лето длилось вечно. И нам вообще повезло, что мы летом не учимся. И жалко, что каникулы так быстро кончились. Хоть с летом расставаться и не хочется, но впереди новый этап школьной жизни. Также полный интересных и увлекательных событий. Успехов в учебе и хороших оценок ребятам пожелал начальник управления по делам молодежи Олег Смольников. Мы вас поздравляем с тем, что начинается новый учебный год. Начинание, успехи, достижения. Все это вас ждет впереди. Родителям высочайшего, крепчайшего терпения, потому что школьная пора – это очень сложный, интересный и непредсказуемый период нашей жизни. Буквально через несколько дней мы начинаем новый учебный год, 2 сентября. Я вас всех заранее поздравляю с началом учебного года. Желаю вам хороших отметок и, конечно же, глубочайших знаний. В завершение праздника всем командам-участницам были вручены грамоты и памятные подарки. Вот таким ярким, веселым и спортивным получилось окончание лета. Я Фиксик и я желаю всем ребятам, которые пойдут в школу в этом году, особенно первоклассникам, их путь только начинается удачи. Я, как ученица уже 9 класса, знаю, насколько это трудно. И, ребят, хочу пожелать вам терпения, родителям терпения. Я думаю, что у всех все получится, ведь знания – это хорошо. Удачи вам в новом учебном году! Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok